Из Приднестровья в Москву без пересадок. С сегодняшнего дня приднестровские автобусы ходят в российскую столицу именно так. Первый автобус, который следует до станции метро Щелковская в Москве, уехал со столичного вокзала сегодня в полдень. Подробности у Инны Сочалк. Из Каменки по всем городам Приднестровья и затем на Москву. Еще один автобусный рейс в российскую столицу теперь ходит каждую среду. Теперь их три в неделю. До сих пор пассажирам, которые ехали в Москву, приходилось переходить российскую границу пешком и там пересаживаться в другой автобус. Теперь пассажиры доедут прямо до конечной остановки Щелковской станции метро в Москве. Стоимость абсолютно никоим образом не изменится. Она также до города Москвы будет составлять 1200 рублей. Единственное, что дополнительно пассажиру будет необходимо самостоятельно оформить страховой полюс для проезда по территории Украины. Но это не затруднительное мероприятие. Страховку можно оформить в любом отделении Агропромбанка, в различных страховых компаниях. Стоит страховка не дороже 260 рублей. Все зависит от возраста пассажира. В соцсетях и по телефонам сотрудники автостанции Приднестровья консультируют, какие необходимы документы. А еще рассказывают, кто и на каких условиях может пересечь границу на автобусе. Первый рейс из Приднестровья в Москву без пересадок стартовал с Тираспольского вокзала сегодня около полудня. Остановки в пути каждые 4 часа. В дороге до 30 часов. Автобусы ходят регулярно, поэтому мест свободных достаточно. Сейчас 20. Мест 51. То есть даже не полные автобусы едут, люди могут спокойно разместиться? Конечно. У перевозчика есть официальное представительство в России. Прибытие, по заявлению его сотрудников, в конечный пункт гарантировано. В случае поломки он обязан предоставить транспорт на замену. Что касается двух других рейсов, в Москву и Санкт-Петербург едут еще два автобуса каждую неделю. По вторникам и субботам. Сейчас идут переговоры о том, чтобы и они были без пересадок. Инна Сачелка, Игрим Ацута, ТСВ.